Продолжение следует... Уважаемый гость поскорее от нас ушел! Прогоняют меня, негодяи! Гостеприимность, да! Так, ну, в принципе, какие у тебя идеи? Что ты хочешь менять? Идеи по прокачке нашего космического судна. Так, в первую очередь мы должны заменить, значит, вооружение. Стандартные турели, проапгрейдить до каких-нибудь более модифицированных. Даже не знаю пока каких конкретно, но... Тут уже ваши идеи пойдут в дело. Также мы должны обязательно заменить движки. И еще я хотел бы обзавестись генератором щита. Слушай, у меня к тебе вопрос. А? Ты турели просто на броню прицепил? И не вручную заряжал? Да. Ты их вручную заряжал? О, боги! Ну, это такой кораблик, компактный, как бы. Тут не было возможности по-другому сделать. Первый раз я вижу такое. Максимально скомпактировать. Рипер, сфоткай меня с ним. Подожди, стой, стой. Рипер, сделай селфи. Я хочу с ним селфи. Чувок, который приклеил... С кем, с кем? А, да-да, давай, кем? Ну, ё-моё. Один раз установил так турели, и все уже. Враг народа. Которые, типа, турели... Ну, все. Не хочешь, ну ладно. Ну, фиг с тобой. Что это за звуки? По кому стреляет? Что там? Это по нам летели пираты, не переживай. Минотавр все. Лови лицом, лови лицом их. Давай, давай, давай. Ну, нормально, кстати. Я за ними. Уи-и-и. Ладно, ладно, ладно. Так. Ну что ж, сейчас я поставлю маяк для наших нанитов. И, в принципе, нам не придется достраивать. Стальные пластины у тебя есть, чтобы размечать? Да, у меня все ресурсы есть сейчас. Так, низкий уровень кислорода. Я пока что дозаправлюсь. О, боже. Рипер, мне нужна помощь с паяльником. Это вот пострее пока. Допаяю. Давай. Сегодня авокот прокачивает мой корабль. Прям как экзибит. Не, почему-то, я просто помогаю. Так. Мы скорее только лишняя пара рук. Дизайн ты выбираешь. И куда ставить. Ну, сейчас я даже не знаю, получится ли что-то такое невообразимое создать. Так, сейчас включаем. А, блин. Не ловит. За я тебя был, за я тебя был коннектор. Так, зачем я вообще пришел-то? Мне же нужно было кислород восстановить. Все, отлично. На нет control factory. Так, включил. Все, в принципе, на нет работает. Так, ну и что ты собираешься делать? Движки снимаем, не снимаем? А, пока что давай турели установим на места. Просто, ну, тут никак конвейерную систему не провести. Там, как бы, я пытался изначально, но не получилось. Как скажи. Какие ты хочешь эти ставить? У нас три варианта, да, получается? Не, у нас больше. Ты можешь, в принципе, поставить 400-миллиметровку, если хочешь. Ну, то есть, даже 900-миллиметровку можно ставить. Да, конечно, на весь корабль такая, чтобы я стреляла, короче, он как бы на нем сидит на 3-бе, короче, так. Больше, снова, правда. Ну, да, в принципе, у тебя три варианта. Бофорц, вулкан и адены. Я бы тебе посоветовал поставить адены. Адены, они такие, знаешь, средние между крупнокалиберным и... Ну, давайте. Для баланса, я думаю, все идет. Пускай такие будут. Так, 300. Куда тебе? Пластик. Можешь сверху поставить Бофорт? Допаивать тебе не нужно, сразу тебе говорю. Ну, это понятно. Тут сейчас на нитку уже в деле. Так, а, подожди, а сколько... Сколько... Они на самом краю стояли или не на самом краю? Так, по идее, на самом. Слушай, у меня такая идея, ты можешь у себя на голове, там где у тебя джам-драйвер, можешь установить туда спаренную 300-миллиметровку. Да ну, это что, это, боевой корабль, это исследовательское судно. Здесь вообще вооружение минимум должно быть, по идее. Я не собираюсь тут с крейсерами сражаться. Ага. Вот оно какое. А что вы допаиваете? Просто лишнее не теряло, чтобы во мне не обижали. Так, я пока что тогда спилю верхнюю пушку, может быть, сразу и размечу. Ее уже нет. А, окей. На нитке! Что, на нитке я отказываюсь функционировать? Так, вроде как несколько движков я уже выложил, возможно, которые нам пригодятся. А хотя еще модульные же трастеры. Ну, на нитке, потому что-то они не работают. Капец просто. А, на нитке не будут работать на репейер-маяк, вам нужно два маяка. Репейер и констракт. Констракт, тем более, англ. Фаервол? А, ничего себе тут цена. А, нужно констракт? Хакинг-система. Охренеть. Да, нужен констракт. Да ладно, там... Серьезно? Мне до... Мы поставим два, как минимум, чтобы было, и посмотрим. Если я был прав, то будет работать. Может, разберем просто репейер и поставим констракт? Я не помню, их нужно либо два, либо один. А я не видел констракт, вообще, там разве есть такой маяк? Сейчас я точно скажу. Там есть деконстракт. Да, конечно, нет. Теперь поищу. На технологии есть... Так, есть деконстракт. Репейер и праджекшн, самое странное. Значит, и говорю. Это тот маяк. А, может, тоже праджекшн поставил, секунду. На технологии не поскупились. Слушай. Знаешь что? Сядь в корабль и подлети поближе. Ближе к маяке. Думаешь, на станции нету? Да, думаю, дистанция слишком... Сейчас сделаем. А на нитке, я не помню, прилично работают на самом деле. А, кстати, у меня есть еще подозрение, почему может на нитке не работать. У меня как-то была такая трудность. Из-за того, что корабль как бы не за вами запрелачен. То есть, если корабль на другого игрока, то у нас так не появилось. Так я поставил блок, это мой блок. Так, ну, фиг с ним, сейчас попробуем. Аккуратно, я там никого не заделаю. Так, 300 метров, да, на нитке. Нет, тормозит. Давайте, я чуть вперед тогда пролечу, чуть выше и вперед как бы. Так, аккуратненько. Вроде высота в норме. Надеюсь, эти пушки никак не зацепятся. Все, тормози, 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 тормози. Должно работать. Потому что я помню, мы пытались запаять корабль, не принадлежащий нашей фракции. Нифига не работало на нитке с маяком. Пришлось через коннектор соединяться. То есть, с коннектором работало, а так, ни хрена. Маяк почему-то не функционировал. О, прилетели. Писюны. Наконец-то. Ну ладно, продолжим тогда. Апгрейды. Так, я так понимаю, движки тебе снимать нужно, да? В принципе, на самом деле, можно просто движки поснимать сразу, как бы. Чтоб не париться потом. И уже в свободное пространство устанавливать новое. Только, надеюсь, у меня конструкция не рассыпется. Вроде как, у меня здесь есть какие-то связующие балки. Не на движках все держится. Так, ну вот здесь вроде есть соединение, так что ничего не будет. Только вот куда ресурсы мне скидывать, если я их спиливать буду? Они все-таки немало места занимают. Получается, все три уже заменил, да? Ага, о, шикарные пушечки. Так, вот эти, которые спереди по бокам, это, как называется, это Адены, да? Это Адены. И наверху по Форд я поставил. По Форд. Ага. По Форд. А, видимо, надо, кстати, вдвоем просто на один блок наваливаться. Ну да. Так, тут у меня уже перегрузки полиминевские. Ну прикольный как-то. Только вот тут знаешь, как надо поставить? Ого. Да, надо блок по другу. Стиль. Шик. Или продлики тут снизу еще какие-нибудь. Нет, там где-то. А сюда атмосферники можно ставить, слушать. Или снизу тоже соплом, как бы все это дело прикрыть. А ты хочешь снизу тоже ставить соплом? Ну вот это интересный вопрос. Так, а что делаем с остальными двигателями? Ну передними мы разобрались. Боковые ножны теперь. Срезаем боковые движки. Симулятор сварщика, как это так называется. Давайте кто-нибудь со мной еще спилит, у кого пустой инвентарь, сразу навалимся вдвоем на атмосферник. Нет, а втроем, это нам даже на двоем уже забивается на инвентарь очень быстро. Ну давайте, большие атмосферники будем прям группой выносить. Ну давайте. Группа уха. Так, вот, таким вот образом, если вот сюда вылепить, мне кажется, неплохо. Все, короче, я тебе двери переставил. О, уже апгрейд дверей прошел? Да. Как, кстати, двери называются правильно? Айрлоки? Да. Иди сюда, варьи, там где дверь была. Ага. Попробуй. О, хай-тек. Тебе генератор щита нужен? Ну хотелось бы, да. За ним можно его просто положить. Его можно положить, зачем его? Кстати, действительно, прямо гироскопом туда. Да, сейчас так и сделаем. Ой-ой-ой, у меня кислород. Так, уходим. У меня энергия, вот это поджигается. Так, где же здесь аэрлок? Давай-ка, сейчас сдохну. Доступ запрещен, нет. Освободите дверь. Да, разберем. Проклятье, нет. Я не должен так тупо умереть. О, спасибо большое. А тут тоже разгерметизация. Ах, быстрее, сбежай, сбежай. Ааа, фу, 10% оставалось, капец. Это просто на грани. Ик-теч, эта хрена хватит. Все, отлично. Запаялась? Нет. Это победа, да. Да. Все сделаем. Ох, ну неужели. Не прошло и 100 лет. Сколько интересного времени мы этим занимались апгрейдом. Тут, видимо, без ускорения не обойтись никак. Да, по-любому, там почти полтора часа. Так, ну что. В принципе, я думаю, все, что могли, мы сделали. И на этом можем начинать прощаться. Прощаться с тобой. Да. Какой путь мне еще предстоит. Ты даже не так плох, как я думал. Так что, в принципе, в принципе, я думаю, что ты можешь к нам обращаться. Если нужна будет помощь. Окей. Ты как-то. Ты знаешь, где нас искать. Если не знаешь, что просто иди по трупам кораблей. Там где-то будем. Да, хороший знак. Спасибо. Намотаем на ус. Так, пока что, я думаю, можно уже разогревать движки. Надо будет их еще настроить обязательно. Позднее в группу, там все дела. Сейчас, в принципе, все работают, ну и ладно. Так, давайте-ка попробуем отстегнуться. Только бы сейчас ничего не бомбануло здесь. Так. Момент истины. Ничего, если что, бомбанят только корабль. Фу, слава богу. Так, отлично. Даже уже, мне кажется, порезвее как-то стал. Я, кстати, еще два гироскопа добавил дополнительных. Он по-любому порезвее стал. Вообще без сомнений. Четенько. А, у меня еще, получается, пушки не заряжены. Ну. Оно будет тестовый полет. Будем молиться, что не встретятся мне пираты кровожадные. Он, давай тебе на Дэн. Подожди, слушай, я тебе сейчас, наверное, на Баффорте дам немножко патронов. Хоть есть наши новые группы. Хоть одна бы пушка, да. Будет заряжена. Точнее, не на Дэн, а на Баффорт. Благодарен. Кто там? Бжыкает. У нас там были для Баффорта. А, кстати, мы для бета-глазерами с... Мы тебе для бета-глазер таки не поставили. Ммм. Кстати, в принципе, местечко можно было найти. На лоб. Присобачить вместо вон того наклонного блока перед джамп-драйвом. Он же 2 на 1 площадь занимает. Угу. Так. Мне тут еще камеры не хватает по-хорошему. Полезный девайс. У нас, походу, нету 40-миллиметровых патронов. Сейчас надо их создать быстренько. Где мы их могли бросать? Подожди, не может быть. А, вот, все, есть, есть. Не может быть, да. Вот они. Ну, немного. Мы тебе дадим 66 штук. Ну, это более чем. Не знаю, почему 66. 66, да. С таким стендом стрельбы, на самом деле, это немного. С таким стендом стрельбы 66 выхватили ненадолго. Ммм. Так что... Ясно. Так, ну давайте тестовый полетик еще вокруг Минотавра напоследок. И тогда уже... Столько не в него. Отправлюсь вдаль. Сейчас проверим заодно. У меня же были проблемы раньше с поворотами, в первую очередь. Тут даже торможение, я смотрю, значительно улучшилось. Разгончик. Ну, разгон. Возможно, да. Тоже прибавился немножечко. Так. Давайте, круг почета. Так, так, так. Что-то я перекрутил. А, да. Гироскопы, конечно, дают о себе знать дополнительное. Как-то по привычке так. Начинаем мышкой низ того вращать. Немножечко. Лиску, да. Не стремно тебе перед орудием так кататься? А-а-а. Я уже как-то... Отлетел оттуда. Уже не так страшно. У меня слов нет, если честно. Как передать ощущение управления. Так, опять низкий уровень кислорода. Хрен с ним. Так, дайте-ка я сейчас разгонюсь. Очень быстро он устанавливается. Вообще непривычно. Как-то чуть-чуть газку дал. Отпустил и все. Он уже стоит на месте. Так, понимаете, есть какой-то видеожурнал твой, да? Ну, что-то вроде того. Ну, наверное, ребяточки, ссылочки на видеожурнал... Как там тебя опять? Джонни. Джонни вы сможете найти в описании, в принципе. Так что заходите, смотрите. Ну, а мы продолжаем, в принципе. Мы с репером-то, нам тут есть чем заняться. Ну что, давай, включай Jump Drive. Ладно. Да поможет нам. Очень тебе. Удача. И опять-таки, если что, заглядывай к нам, будем рады. Обязательно. Рад был встрече. Страданий, страданий этого. Так, я только не могу найти Jump Drive. Ага. Jump, 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 jump. Много английских названий у меня появилось. Все, Jump Drive на максимум выкручен. Ну все. Спасибо за теплый прием. Надеюсь, обязательно в будущем встретимся. Да пребудет с вами свет в ваших путешествиях и открытиях и захватах. Обязательно. А я, пожалуй, отправляюсь домой. Так, где там моя темная туманность? Так, вы знаете, в те... Ты прям совсем-совсем домой? Ну, по крайней мере, в сторону дома. Нам посмотрим, может еще что-нибудь встретится. Как бы небольшой... Небольшую петлю я, наверное, совершу все-таки. А потом курс уже возьму, скорее всего, домой. Ну, если что, вас найти, я думаю, проблемы уже не составят. Плюс, может быть, какие-нибудь кораблики прокачаю. А тебя где найти, если нужно? Ну, ищите, как говорится, систему Farwind. Может быть, вольные какие-нибудь торговцы вам подскажут. В принципе... Риппер, ты записал? Система у нас довольно крупная, так что... Ну, ладно, хорошо, разберемся. Если вдруг потребуется помощь, можем в любой момент связаться. Так как там у нас немножко сейчас терочки какие-то намечаются. Но пока все это очень мутно. Еще обязательно свяжемся. Ну, ладно, давайте еще раз вам спасибо за прием. А я полетел. Добра и света вам. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok